Доброго времени суток! С вами Таня. Добро пожаловать на мой канал. Это будет моя вторая часть видео о косметике для губ, так скажем. И во второй части будут у меня блески и помады в виде блесков, то есть помады с кисточками. Приступим, начнем. Конечно же, после каждого сводча я буду вставлять фотографию с каждой помадой на губах. Начнем вот с такой помады блеска для губ от Essence. Это матовый эффект. Какой у меня оттенок. Смотри, где что-то оттенок пишется. А, вот Soft Nude 06. Подстерлась немного. У меня уже вся рука от сводчей красная, потому что до этого снимала помаду. Поэтому покажу вот здесь. Ну, вот такая вот бархатная помада блеск. Я бы не сказала, что она очень матово смотрится на губах. Все-таки немного вазелинит, как любая другая помада. Но цвет хороший такой. Немного коричневато-розовато-коралловый какой-то такой. Цвет красивый, но она далеко не матовая выглядит. Ну, вот, посмотрите, да? Немного вазелинит. От Essence есть у меня еще вот такой бальзам. Ну, помада-бальзам. Это яблочный пирог. Там с различными сладостями бальзамчики. Хочу сказать, что бальзам неплохой. На губах комфортный. И дает немного такой цвет. Карамельный, так скажем. На губах. Хороший блеск. Такие некрупные блесточки у нем. Вот, хорошо видно, да? И, да, пахнет как бы яблочным пирогом что-то такое. Теперь покажу вам свои блески помады Аклориаль. Начну вот с такой. Ну, все вы видели в магазинах такую серию. Если честно, тут у меня стерлась. И я не помню, как она называется. Но сейчас как раз, можно сказать, на волне популярности. Там очень много ярких оттенков. Я выбирала вот такой светленький на лето. Вот так выглядит свотч. На губах смотрится очень хорошо. Такой бледно-розовый. Красиво блестит. Довольно долго блестит на губах. Очень красивый розовый оттенок. Вот он. Покажу одни из моих любимых блесков от Аклориаль. Это гламшайн. Они довольно комфортно носятся на губах. Этот блеск у меня вот в таком оттенке. Вот. Оттенок 400. И в принципе, как предыдущий. Он такой бледно-розовый. Я бы сказала, прозрачный розовый. Тоже очень симпатичный цвет. Дальше Лориаль Гламшайн. Вот такой оттенок с множеством мелких искорок, так скажем. Оттенок 114. На губах смотрится красиво. Дает такой визуальный объем губам. Такие мелкие блестки там тоже. На губах очень комфортно носятся. Вот такой блеск. Дальше две помады блеска из одной серии. Вот в таком оттенке. По-моему, я в одном из своих самых первых видео показывала в покупках. Честно, у меня тут все стерлось. Опять же, я не помню, как называется серия от Лориаль. Но я помню, что в рекламе говорили эффект зацелованных губ. То есть, они как бы пигментом таким въедается помада в губы. Мне она в принципе нравится. Вот такой оттенок. Но при каждодневной носке почему-то корочка такая на губах возникает от этой стойкой помады. И как бы часто ей пользоваться я не могу. Но как смотрится на губах, мне очень нравится, потому что своему пигменту просто дают яркость. И немного-немного блеска. Но очень стильно, красиво смотрится. И опять из той же серии. Вот в таком оттенке. Смотрится вот так. На сводче. Она более светленькая, более натуральная. Тоже на губах выглядит очень красиво. Но опять же, каждодневная носка не подходит. Какая-то такая вот сухая корочка на губах образуется. Сушит губы. Дальше покажу два блеска от Catrice. Я их уже показывала. Один в покупках, другой в коробочке L-Box. Это вот такой блеск. Блески Made to Stay как бы должны быть стойкими. Здесь стойкости как бы я не наблюдаю, потому что он очень светлый и очень близок по пигменту к цвету губ. Эта кисточка просто очень яркая, причем в каждых помадах. Я так понимаю. Ну и вот такой вот цвет. Совсем не похож на цвет на крышечке. Вот такой. И второй блеск от Catrice Made to Stay, который попался мне в коробочке L-Box. Написано стойкость 8 часов. Ну и здесь вот я прям покажу. Очень яркий, очень красивый. Красиво смотрится на губах. И действительно он довольно стойкий, потому что пигмент его въедается в губы. Если вы покушали, блеск конечно же сходит, а пигмент на губах остается. В этом и есть его стойкость. Еще не так давно покупала от Artvisage. Вот такой блеск, фруктовый щербет. Очень красиво искрится на губах. Микроблесточки такие содержатся. Вот такой прям золотистый. На губах замечательно выглядит. Губам комфортно. 11 оттеночек это у меня. Последним покажу блеск от Maybelline. Watershine Gloss. Вот в таком оттеночке. Вот. Когда-то он у меня уже был. Мне очень нравился. Красивый такой фруктовый цвет на губах. Очень хорошо блестит такой лаковый блеск. Небольшой шиммер присутствует в нем. В этом блеске. И запах фруктов очень приятный. Такой малинки чего-то похожего. Замечательный блеск. Тоже рекомендую. Ну вот и все блески, которые я хотела вам показать. Спасибо всем за внимание. Спасибо, что зашли. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь. Пишите. Будем общаться. Как всегда, всем очень рада. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok